Доказать это решили и организаторы первых во Владивостоке корпоративных игр. Совсем недавно в городе впервые состоялся такой турнир, и его инициаторы уверены, что подобные мероприятия сегодня полезны большинству компаний и корпораций. Почему? Узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорит». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Александр Топоров, автор и организатор интеллектуальных игр. Здравствуйте, Александр. Константин Манич, автор и организатор интеллектуальных игр. Здравствуйте. И Лидия Воложанина, координатор проектов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, прошел первый турнир корпоративный по интеллектуальной игре. Это была игра «Что, где, когда». Расскажите, как все прошло, успешно ли, что говорят участники, собственно. Ну, это было без сомнений всяких успешно. И доказательством того, наверное, наше присутствие здесь. Мы с Константином решили провести корпоративную интеллектуальную лигу, игры корпоративной интеллектуальной лиги для того, чтобы можно было немного развеяться, так сказать, людям, которые в течение дня работают очень тяжело и очень трудно. Им хочется как-то расслабиться, чего-то новенького, что-то как-то развеяться. И тут на помощь, конечно, приходим мы. Я открою небольшой секрет. Можно я тоже участница данной игры, первой корпоративной. Спасибо вам за эту игру. Действительно, очень интересно. И хочу отметить, что, правда, в конце рабочего дня, казалось бы, ты уже приходишь, уставший уже. Какие интеллектуальные игры, господи. Но, если честно, приходишь домой полон энергии. Мозг наверняка начинает работать усиленно во время подобных игр. И, конечно, это здорово. Это прибавляет не только энергии, но и настроение. И, безусловно, это полезно. И именно основываясь на этом пункте, вы решили, я так понимаю, сделать эти игры популярными не только среди тех, кто просто любит подобные мероприятия, но и среди различных компаний и корпораций Владивостока. Ну, это, в первую очередь, эти игры направлены на корпорации, потому что название корпоративное предполагает. Любой компании всегда найдется много разных людей, которые в рабочем ритме выглядят в одном режиме, скажем так. И, как только они попадают в другую ситуацию, они могут себя открыть с другой стороны, собственно говоря. Поэтому любая компания может собрать свою команду, послать ее к нам, чтобы они поиграли в корпоративные интеллектуальные игры. И, возможно, даже не возможно, а с большой долей вероятности, они откроют в своих работниках что-то новое. То есть, когда ты зажат вот эти искусственные рамки одной минуты, когда тебе нужно взять довольно сложный вопрос, еще плюс построенный не по принципу какой-то одноэтажности, а там несколько настроек в нем, и нужно все их схватить, и времени очень мало, тут в экстремальной ситуации проявляются твои скрытые резервы. И ты можешь даже, наверное, в тайне от себя проявить что-то новое, явить себя миру иначе. И вот для руководителей компании это очень важно, потому что они могут увидеть своего сотрудника с другой стороны и понять, что, возможно, его, не знаю, может перевести на другую работу, повысить, опять же, и дать новые должности. То есть, на отношения в коллективе это сказывается исключительно благоприятно, и, безусловно, впоследствии и на рабочем процессе, что очень выгодно любому руководителю, как я понимаю. Само собой, это же тимбилдинги, по сути. Мы с Константином придумали тимбилдинги, самые натуральные, просто выглядят они как собрание людей, которые отгадывают вопросы. В каждой компании коллектив – это, конечно, живое существо. И для того, чтобы существо чувствовало себя хорошо, нужно, чтобы отношения были правильными. Когда люди не знают друг друга, когда они не знают своих соседей по кабинету, это не очень хорошо отражается на работе. А вот с нашей помощью они могут не только узнать, но и подружиться. Ну и потом, не каждый человек в любой компании, да, есть эмоциональный человек, эмоциональный работник, который легко общается, так сказать, открытый человек. А есть человек закрытый, который, может быть, ходит, и остальные с ним не могут найти контакт, да, знать его не знают. А он, на самом деле, очень интересный человек, просто вот он не знает, как начать это общение. И мне кажется, такие игры, они тоже во многом помогают вот так раскрыть свой потенциал. Безусловно. И даже если компания, например, не сможет собрать команду и отправить ее нам, они могут сделать наоборот. То есть они могут позвонить нам с Константином и пригласить нас к себе. И тогда мы устроим игру специально для них. Индивидуально. Константин у нас просто спец в организации интеллектуальных игр. Это человек, который тянет на себе их несколько, я вам больше скажу. Я думаю, он сможет легко рассказать о некоторых из них. Константин, пожалуйста. С удовольствием. Ну, начну с того, что вообще интеллектуальные игры – это формат, формат времяпрепровождения, уже довольно известный в городе. Вот. Лично я, Александр примерно, мы играли. Александр продолжает играть уже, по-моему, более трех лет. Да, мы примерно в одно время пришли, плюс-минус несколько месяцев. Вот. Ну, единственное, что в какой-то момент мне стало более интересно делать игры, чем играть в них. А Александру этот момент чуть-чуть позже наступил. Но хотя он продолжает играть. Это такой этап, да? Да. И вот эти вот все эмоции, о которых вы говорили, вот этот подъем, то, что говорил Александр, узнать людей получше, это на самом деле существует даже, ну, как бы в компаниях те же люди, как и на наших играх, которые собираются просто как друзья. Вот. Раскрываются люди лучше, узнают друг друга лучше, узнают много новых фактов. Это вот, допустим, как в одной из игр, которую я делаю, провожу, называется «60 секунд». Есть такой, как бы, факт, что за год человек, приходя на наши игры, может узнать более полутора тысяч фактов. Каждую неделю по 30 фактов. Вот так вот. Ну, 30 вопросов, он в любом случае на каком-то факте основан. Вот. Это расширение эрудиции. Плюс завязывание, наверное, знакомств. Вот это тоже, можно сказать, модное слово нетворкинг, но это просто вот поиск друзей. И бывает так, что, допустим, на игры приходит человек, он про нас услышал, пришел без команды, говорит, мне интересно, хочу попробовать. А у меня есть команда, где там человек не пришел. Я говорю, хотите себе легионера? Они такие, хотим. Садится, потом смотрю, приходит, приходит, потом смотрю, он уже свою команду собрал, приходит, так играет. И причем, что людей пугает больше всего, что мы не сможем играть, там нужно быть уровнем, там, Вассермана какого-нибудь, вот знать. На самом деле нет. Это, наверное, самое главное, самая главная боязнь людей, что они говорят, вы что, вы что, я не такой, я не такой. Потом приходит на игру, оказывается, что он такой. Ведь это абсолютно можно добавить, да, вот от себя, как участница, которая впервые вообще попробовала в такой игре сыграть, простите за тавтологию. И действительно, я тоже очень боялась, потому что я там во многом, многого не понимаю, и к своему удивлению, ведь для каждого находится какая-то сфера интересная. То есть, там каждый должен произносить вслух возможные варианты ответов и тем самым помогать, может быть, даже другому просто натолкнуть его на правильный ответ. Это командная игра? Командная, да, конечно. Вот, смотрите, я могу даже для примера, давайте я сейчас задам вопрос, в конце нашего разговора дам ответ, вот зрители могут погадать, может быть, и вы угадаете. Вопрос звучит так. Одна крупная западная компания разместила, заключила рекламный контракт с футболистами. Причем условием размещения логотипа на форме было то, что логотип будет на внутренней стороне футболки. Понятно, да? Вот, вопрос, что это была за компания? Ну, все могут подумать. Нет, ответ в конце программы. Да, ответ мы дадим в конце программы, а мы призываем людей подумать и не пользоваться поисковыми системами, сначала самостоятельно подумать, потому что ответ все равно мы дадим, так или иначе. Это будет еще и тест на честность. Да, да, да. Я сразу раскрою секрет, я этот вопрос слышал, я сидел в зале, когда Костя его задавал, и мы, моей командой, мы ответ не дали, потому что вопрос сложный. Лидия, хочется сегодня послушать и вас, как руководителя проекта подобного, в первую очередь, безусловно, наверняка пришлось проект несколько адаптировать под корпоративные компании, или я ошибаюсь? Да нет, мы все взяли за основу, и, как бы, просто у мальчиков большой опыт в этом. И у компании, мы, когда приходим на переговоры, они, в принципе, сами нас наталкивают, да, говорят, что они хотят, и мы уже под них подстраиваемся, потому что есть программа как бы основная, да, а есть дополнительные опции, которые добавляют и шоу какое-то, и возможность, допустим, даже пригласить психолога, да, ну, если это внутренний какой-то тимбилдинг, то можно пригласить психолога, чтобы он понаблюдал за участниками команды. Вот, ну, потому что люди сейчас уходят в соцсети, как бы, и вот это вот эмоциональное общение, оно, как бы, да, мы пытаемся людей вернуть в это, чтобы они не просто, как бы, общались, да, а вот именно на эмоциональном уровне, потому что это общение потом, как бы, после игры, оно и в коллективе, да, и... Это как минимум эмоции, которые мы... Да, да, и еще я хотела такой факт, как бы, подчеркнуть, что здесь, как бы, интеллектуальные игры, они подходят для людей всех возрастов, да, если какие-то, ну, это и спорт, но спорт, он, как бы, ограничен какими-то медицинскими показаниями, да, и возрастными, то здесь, как бы, люди могут спокойно реализовать себя, как бы, и более взрослое поколение, и если на работе, допустим, иногда, ну, молодежь, она приходит и немного так, как взрослым, да, ну, не всегда прислушивается, то здесь взрослые... За счет опыта. Да, за счет опыта. Они, наоборот, как бы, вот люди, молодежь, на них смотрят с открытым ртом, да, они им доверяют, вот этот вот процесс доверия, правильно, происходит. И все равно, как бы, раскрепощение, оно потом помогает в общении. И действительно, вот Костя сказал, да, что это процесс, когда ты вот в таких замкнутых рамках, да, это же очень напоминает нам и нашу работу, да, когда у тебя есть дедлайны, когда тебе нужно вот это все сгенерировать, вот, поэтому это очень, на самом деле, помогает. Плюс, как бы, зарядка для ума, все мы привыкли ходить по вечерам в фитнес-клубы, да, а почему, ну, не тренировать мозг, когда уже действительно доказано, что регулярные тренировки, они, ну, как бы, имеют свой эффект. Причем очень хороший эффект. Это доказано абсолютно. То есть, я и моя команда, когда три года назад пришли в одну из таких игр, мы, скажем так, не блистали. Назовем это таким лаконичным, обтекаемым словом. Мы не блистали, да. Мы не были в конце турнирной таблицы, мы были крепкие середнячки, чуть ниже середнячков. Целый год мы подбирали команду, именно подбирали команду, приходили люди, уходили люди, притирались люди внутри, то есть коллектив формировался. Вот. И спустя год, спустя год постоянных игр и, скажем так, непостоянных тренировок, мы дошли до того, что все-таки хватит уже заниматься самодеятельностью, надо все-таки немножечко упорядочить этот процесс. И мы сделали следующее. У нас, мы договорились, что будем тренироваться три раза в неделю. Напомню, сидели в неделе семь дней. Три раза в неделю группа людей приходит в определенное место, разгадывает загадки, делает упражнения и так далее. Вы знаете, через год это дало свои плоды в итоге. То есть мы выиграли свой первый турнир, потом выиграли его еще раз, потом начали заваляться на другие турниры. Так или иначе, группа людей, раньше с друг другом не очень-то и знакомых, практически объединившись и приложив определенные усилия, достигли цели. Это опять же переходим к тому, что это как у нас на любой работе. Коллектив должен спаяться, коллектив должен пройти через какие-то жернова. И после этого тогда будет результат. Вот. Мы подобный результат, собственно, и предлагаем. Как, Коля, уже заговорили мы про подготовку, про тренировки. Вообще, вот, если в идеале, как часто они должны проходить и как вообще они проходят? Я думаю, здесь надо с Костю спросить. Он у нас главный спец по тренировкам. Ну, я бы не сказал, что там три тренировки в неделю – это норма. Это прямо перебор, это очень много. Это была наша фишка. Да, да. Вот. На самом деле, я считаю, что один раз в неделю встречаться командой, если вы заинтересовались играми и играете, этого достаточно. Тренировка где-то занимает два часа примерно, может быть, меньше. Вот. И состоит она, как вот Александр сказал, она состоит из нескольких упражнений. Самое распространенное – это просто вот есть база вопросов «что, где, когда». Она есть в интернете, она доступна, там легко в поиске находится. Выбираются оттуда вопросы, либо с помощью самого сайта, либо человек руками ищет. Это более качественно получается отбор. И помянуть им на вопрос. Дальше внутри команды могут быть разные упражнения. Можно команду поделить на две части, чтобы они между собой соревновались, во-первых. А во-вторых, тренировали вот эту коммуникацию между людьми, чтобы меня с полуслова понимали, чтобы я не сказал, допустим, что «это жёлудь». И мне не нужно объяснять, потому что он растёт на дубе, потому что человек сразу кивнёт и уже начнёт дальше. Вот. Есть упражнения, допустим, на ассоциации. Просто на скорость называть ассоциации на какое-нибудь слово и просто считать их. Потому что в вопросе это может быть важно. Вот, допустим, какое-то слово, к нему в два-три шага ассоциация и вопрос берётся. Причём, опять же, могу заметить, что вопросы, правильные вопросы, они не делаются там в каком году правил Барбаросса, например. Ну, кто-то знает, но не все. Они задаются таким образом, что в вопросе уже есть ответ. Просто его нужно увидеть. И вот на той игре, где вы были, на нашей корпоративной, Александр там и показывал командам, которые, допустим, не ответили, но не ответили в силу того, что у них недостаточно просто опыта. Когда им показывали, а вот смотрите, вот ничего мне говорит середина 20-го века. Люди говорят, действительно, Гагарин же полетел в это время. Да, да, да. Это тоже, я просто вспомнил этот вопрос. Одна команда, практически все дали на него ответ, кроме одной команды. И я говорю, ребята, ну, здесь же нужно было просто образно, образно просто представить. Люди с дубинами в руках и ножами на ногах. Что такое? Дубины в руках, ножи на ногах. Просто представьте себе это, и тогда вы поймёте правильный ответ. Если бы правильный ответ был хоккей. Иногда нужно, кстати, проще относиться просто. Это разные вопросы. Одни на пространственном мышлении, другие на эрудицию всё-таки есть. Нет, само собой. И такие есть. Но вопросы разные, и подходить не нужно по-разному. То есть каждому замку свой ключ. И вот почему важна командность. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прерваемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор об интеллектуальных играх. Константин, а кто, как правило, приходит на игры? Ведь помимо того, что появились корпоративные, были и до этого популярные игры. Такие как «Что, где, когда» и другие интеллектуальные. Расскажите. Ну вот я могу сказать про те игры, которые я сам делаю и веду. Это, во-первых, игра «Мозгаруб», которую я придумал где-то полтора года назад, в ноябре прошлого года, чуть меньше. И игра «60 секунд». Я здесь являюсь представителем клуба интеллектуальных игр «60 секунд», который по всей России и даже за рубежом. Более 50 городов, в которых играют. По «Мозгарубу» могу сказать, что средний возраст участников, прям такая вилка большая. Где-то от 20-22 лет приходят студенты и заканчивая годами 60-65. Большой охват. Люди такие в возрасте. Причем и не скажешь, кто лучше играет. Там на этой стороне опыт и знания, на этой может быть какая-то живость ума. И не всегда оно там сопоставимо. Не предугадаешь. Да, да. Вот. По занятости также могу сказать, вот студенты, это средний менеджерский состав и даже есть топ-менеджеры. Есть вот у нас играл вице-президент одной из крупных Владивостовских и Трехпериморских компаний. Вот. В составе команды просто приходил, играл, ему нравилось. Вот. Это мы про возраст и про социальное положение. Вот. Ну раз уже упомянул, вот эти игры, они, что «Мозгаруб» в большей части, 60 секунд в меньшей, они в таком не полностью спортивном формате. Это такое тоже вечернее развлечение. Оно проходит также в рабочие дни, вечером. Называется барная викторина вообще. Да, барная викторина. Квиз, иными словами. Это такое мероприятие, где как раз люди отдыхают после рабочего дня. Вот. Отдыхают с умом, можно даже так сказать. И вот эти игры, они как раз на этих играх, вот возвращаясь к началу нашего разговора, и возникла вот эта вот потребность людей играть в корпоративном формате. То есть обращались ко мне, говорили, что да, хорошо. Причем у нас даже есть корпоративные команды, которые играют в «Мозгаруб» либо 60 секунд. Они прямо заявляются брендом компании, вот. Но они говорят, мы хотим вот со своими конкурентами вызвать их на бой. Допустим, ну те же там банки, сотовые операторы, они же постоянно… Выпустить пар таким образом. Кстати, тоже. Почему нет? А вы знаете, у нас есть уже предложение от… Я не буду, конечно, уточнять, но от некоторых компаний, когда я с ними веду переговоры, они говорят, а будут ли вот эти конкуренты? Я говорю, вы знаете, а мы с ними тоже говорим и хотим как раз, чтобы вы встретились именно и на этом поле так же. И это у меня задавали уже две или три команды, которые хотели увидеть в первую очередь своих конкурентов по жизни. То есть мы хотим вот именно, то есть даже может быть неважно, какое место займем, но хотим победить именно их. Нет, ну это правда, это нормально абсолютно, мне кажется, и как раз таки здорово, что именно таким образом люди хотят, так сказать, помериться силой, да? Ну вот, на первой игре корпоративной лиги, собственно говоря, и встретились много команд, которые, возможно, хотели когда-нибудь скрестить шпаги именно в таком интеллектуальном формате. Я знаю, что Лидия также хотела дополнить. Ведь цель достаточно глобальная на самом деле, популяризация интеллектуальных игр, и не только вышеперечисленных, но есть и другая. Но у нас цель, она как бы заточена именно на менеджеров среднего и высшего звена и линейный персонал, да? А миссия мы как бы для себя определили, что это будет повышение интеллектуального престижа дальневосточных компаний. Мы считаем, что к этому тоже нужно стремиться. Безусловно. Вы про все игры уже сказали? Ну, еще у нас есть, еще одна есть игра. Это уже такой более, знаете, формат интеллектуальной вечеринки, более клубный формат. Есть такая, как сказать, наверное, общественная организация, невероятная... Общественное сообщество. Ну, сообщество, да, одним словом. Невероятно интересные игры, это такое, как бы, сообщество друзей, которые любят играть. Оно образовалось уже довольно давно и существует до сих пор. Раз в месяц мы собираемся именно друзьями, собираемся в каком-нибудь хорошем месте. Повод встречи – это игра, а цель встречи – это общение. То есть для нас мы как бы собираемся пообщаться и поиграть, а не наоборот. То есть в отличие вот от тех игр, что люди пришли поиграть и параллельно пообщались. То есть есть немножко другой формат, более такой светский, что ли, можно сказать. Он тоже имеет такую популярность, и люди с удовольствием на него ходят. Но это, наверное, следующая ступень уже, когда подружились команды между собой, и они хотят больше времени проводить. Даже не внутри команды, а две-три команды, которые знают. Мы надеемся, что корпоративная лига тоже станет клубом, как НИИ, куда будут приходить люди, в том числе и не только поиграть, но и пообщаться. Тем более, что можно наладить какие-то общения на коротке между различными предприятиями, и люди смогут, не вызванивая через 15 секретарей человека, поговорить с ним напрямую. То есть это тоже одна из целей, которой мы сцелим, стать вот подобной клубной игрой, назовем это так. В общем, если подводить итог разговора, то можно сказать, что исключительно одни плюсы в интеллектуальном культуре. Минусов вообще ни одного. Минусов нет вообще, действительно. Для этого ничего особенно не нужно, никаких больших вложений. Просто прийти к компании и поиграть, просто собрать своих коллег. Почему нет? Просто вот можно найти нас в любых социальных сетях, то, что ты говорил, и корпоративно-интеллектуальная лига, Мозгаруб, 60 секунд, это прямо находится. Там есть и контакты, обратиться ко мне или к Александру, прийти, посмотреть. Зрители у нас всегда приходят бесплатно, поэтому вы можете... Вы можете видеть сначала со стороны, а потом уже захочется, безусловно, попробовать и самому. Захочется, захочется. Это же знаете, сначала... Это же заразное. Надо же предложить человеку, чтобы он попробовал, а потом он сам придет. У нас остается буквально немножко времени. Давайте про вопрос еще. Про вопрос это, безусловно, мы еще немножко... Пусть разучили, смотрика останется. Я помню, я не забыла. Вот, к слову, у меня вопрос-то про вопросы как раз был. Как вы их придумываете сами или находите где-то? Ведь это тоже такая достаточно серьезная работа. Хороший вопрос. Во-первых, в основном это авторские вопросы. То есть люди, есть определенные люди, которые занимаются написанием вопросов. Кроме этого, есть редактора, которые эти вопросы проверяют и исправляют, если надо. Эти вопросы создаются и попадают к нам разными путями. Где-то есть открытые источники, где-то это платный контент. То есть он покупается, мы его анализируем, выбираем самое интересное и формируем из этого, скажем, набор вопросов. Вот. Игроки иногда начинают сами писать вопросы. Им становится интересно. И также вот мне присылают, допустим, у нас в игре «Мазгоруб» уже есть раунд отдельный. 10 вопросов от авторов. То есть вот... От местных авторов. Человек, который сидит в зале, он в этот момент выходит из обсуждения. Ему самому интересно, как возьмут. И этот вопрос начинают обсуждать. Он получает там какой-то... Он у нас получает памятный значок, что он автор игры. Он получает статистику. И очень людям нравится, сколько из 40 команд взяло его вопрос. И получает удовольствие от того, что о нем сообщили. Собственно, вот так вот и получается. Ну, придумывают люди их. Это вот прямым. Я, например, тоже заразился авторством. И после последнего «Мазгоруба» посмотрел авторские вопросы наших местных. Людей, которых я знаю, собственно говоря. И мне тоже захотелось. Я тоже там накропал пару вопросиков. Собираюсь их отправить. Костя в игру. Посмотрим, возьмет ли. Ну и теперь самый торжественный момент нашей программы. Внимание, ответ. Напоминаю еще раз быстро. Это иностранная компания. Она заключила договор с футболистами, что логотип будет находиться внутри футболки. Как этот вопрос берется? Я немножко так поинтригую. Футболисты, когда забивают гол, обычно задирают майку. И, соответственно, этот логотип будет виден. Логотип находится на внутренней стороне футболки. То есть внутри. А компания была иностранная. На иностранном языке. Как будет внутри? Inside. Значит, компания называлась? Outside. Нет, нет, нет. А был наоборот. Компания, в которой есть слово inside. В слогане. Intel Inside. Точно. Мне подсказали. Волшебный аппарат. Все правильно. То есть это компания Intel. Она таким вот нестандартным образом разместила свою рекламу. То есть как вот появился вопрос. Человек увидел факт, немножко его замаскировал и выдал. И вы понимаете, видите, что вопрос этот можно разгадать без знания того, что происходит на рекламном рынке. Главное же, главное найти путь. То есть вскрыть вопрос, разломить орешек. Может практически любой человек с минимальным набором знаний. Главное знать, как это делать. И вот как это делать, можно узнать на самих играх. Можно на тренировках. То есть там либо я, либо Константин, либо еще есть игроки, которые могут спокойно прийти к командам и потренировать их. И рассказать, как это делается. К сожалению, нам пора заканчивать. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Спасибо, что занимаетесь таким благородным, достойным делом, действительно. И играйте в интеллектуальные игры, друзья. Это была программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин